Зашли, нижние приехали, вот они едут, вот эскалатор сам, приехали в распредзал и потом на какой путь вам там нужно. Точно так же в обратном направлении, вышли из вагонов, точно так же все просмотрели, все записывается. У нас 16 камер на станции и если нам необходимо храниться этой информацией 21 день, мы можем сейчас, вот я вам покажу, мы отматываем там, смотрим чем занимать. Вот одна часть еще, мадам вытанцовывала, все смотрели на меня. Серьезно? Да. Правильно было? Ну не было, ну да, вытанцовывала, все как отдали, мы посмотрели на эту мадам. Вот, поняли, вот это все, вот мы следим за каждым пассажиром. Нарушаете правила пользования эскалатором, заходите, были же уже в машзале, значит заходите за желтую ограничительную. У дежурной по станции есть радиоинформатор, вот включи, пожалуйста, векусь им какую-нибудь информацию на эскалаторе или на платформе, вот они заходят заграничительную. А у нас дежурная внизу нет, вот где здесь внизу, видите, у нас только вот одна наверху, из-за того, что здесь касса нет. Это позволяйте идти, там и на поле сурматы все поиска ватру. Поняли? А так это дежурная, включая, которая будки. А так, будки тоже, да. Там, где будка стоит, как вы называете, в кабине, то она в кабине тоже такая. Я понял. Вот, четвертый монитор, это устройство контроля проходов в тоннель, вот они у нас здесь, вот там вот их видно. Вот у нас два ящичка, это два барьера, А и Б, и точно так уже на этой станете. А там же же лучи? Лучи там, да, там лучи. Пересекаете, и все. А я что-то там вот, говорят, что их видно, а я сколько смотрел, так и не видно. Ничего там не видно, что же оно это, это что, лазерное шоу у этого, Леонтьева вышло. У него там зеленое, а потом переход в какой-то конус, это вообще. Это все у нас без, это чтобы вы не смотрели в тоннель и ничего не видели. А вот это все наше. Если, посмотрите, поезд проходил, они говорят красненькие, вот эти вот. Вот станция, вот два пути в сторону сердца, два на сторону станцию Вулкяновская, так по такому же принципу вот устроен этот контроль проход в тоннель. Если пассажир прыгнул, например, по второму пути, на путь и пошел в сторону сердца, то значит здесь горит вот этот вот уже перекрыл он. Вот он сейчас едет, видите, красная звука нет, вот этот поезд идет. Почему? Потому что скорость движения поезда отличается от скорости движения пассажира. Поним? А если пассажир разгонит? И поэтому на этой всей разнице построена работа этого устройства. Поэтому зумера здесь нет. А пассажир, когда идет, оно уже срабатывает. В общем, если он прыгнул, то загорится сразу возле платформы крайний барьер А, или дежурная по станции знает, что он пошел в сторону станции, например, в Средц. А если загорится В, потому что, вы знаете, эти устройства, которые установлены на каждой станции, здесь круглосуточно себя дежурная, а есть дежурная на платформе и здесь. Вот знаете, по переменке они там меняются. И вот у нее там сигнализация звуковая выведена на платформу. Сработало. Она знает, что сработало ДПКПТ. Устройство это. Она забегает, и она сразу видит, куда пошел пассажир. Это дежурная, которая круглосуточно, она видит все. И здесь, и тут, видит везде. А та пришла с платформы, или даже вот они, если были, откликались, отвлекались. Сразу видно, он идет в туннель или из туннеля. Нормально объяснила? Я уже не знаю, правильно объяснила. А в минуту как-то его можно? Что сделать? Ну, перепрыгнуть, таблиц под него. Ну, зачем мы на этом будем? Вы хотите, чтобы я вам эти вопросы... Вот, была релейная, был начальник службы, он выдал вам рассказы. Это их не устройство. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА